Ассаламу алейкум раматуллахи ва баракату. 28 мая 2019 года на канале ЧКТРК «Грязный» была опубликована новая серия из цикла «Иллюзия». Главным и единственным героем этой серии был некий Ахмед Келематов. Он рассказал нам о том, какими плохими были лидеры Ичкерии, Дудаев, Масхадов и другие, и насколько бредовой и губительной для чеченского народа была сама идея независимого государства. До появления этой серии я никогда не слышал о Келематове и не знал, кто это такой. Разумеется, я решил выяснить, что это за человек. Оказалось, что это давний работник российских спецслужб, человек, который с оружием в руках боролся за то, чтобы Чечня оставалась частью Российской Федерации. В начале 90-х, когда чеченцы провозгластили независимое государство, Келематов был в так называемой оппозиции, контролируемой Россией. Во время Первой Российско-Чеченской войны Келематов выступал на стороне российских федеральных войск. Во время оккупации в 95-96 годах он командовал даже каким-то отрядом. То есть это такой типичный российский патриот. И, конечно же, как у любого российского патриота, у него есть своя страница в Одноклассниках, которая дает нам очень много информации о нем. Немного изучив эту страницу, я узнал, что Келематову нравятся публикации о Сталине. Он восхищается Сталином. Но в то же время ему нравятся публикации о чеченских воинах, воевавших против России. Он восхищается и этими воинами. Хотя сам, он с оружием в руках, боролся против этих воинов. Когда в одном предложении встречаются слова Путин, гарант Конституции, Келематов берет слова гарант Конституции в кавычки. В общем, противоречий в этом человеке очень много. В новой серии иллюзий Келематов обвиняет Дудаева в том, что он якобы еврей. Абсурдно звучит, не правда ли? Обвинить в том, что ты еврей. Попахивает антисемитизмом. Неужели российская, кадыровская пропаганда в Чечне насаждает нам антисемитизм? Келематов утверждает, что предок Джохара по имени Дуда прибыл из Дербента в Чечню и работал на российские, затем советские спецслужбы и участвовал в геноциде чеченского народа в 1944 году при высылке. Стоит отметить, что Дудаева еврея наш народ любил бы и уважал бы ничуть не меньше, чем Дудаева чеченца. Тем не менее, история о том, что Дудаев еврей, показалась мне интересной. И я решил поговорить об этом с сыном Джохара, с Деги. Я отправился к нему в Израиль. Вот это поворот! Шучу. Я позвонил ему на скайп. В Израиль. Келематов начал бы этот разговор словами шалом, но я начну его. Ас-саламу алейкум, Деги. Ас-саламу алейкум ас-саламу ра ва рахматуллах. И ва алейкум шалом, Келематов. Ты знаком с Ахмедом Келематовом? Ты знаешь, кто это? Лично, конечно же, я не был с ним знаком, но я так подозреваю, это человек, от которого и шли слухи, те, которые я слышал еще в детстве, которые мне пересказывали с этих оппозиционных митингов, о том, о чем там говорилось. И сопровождалось это смехом наших гвардейцев, естественно, которые охраняли нас вот так. Вот я об этом слышал, был 93-й год, впервые. Немного поговорим о тех слухах. Келематов утверждает, что Джохар Дудаев, когда помил тебя Всевышний Аллах, родился в 44-м году, уже после того, как основные, все практически чеченцы были высланы в феврале, он родился позже, в апреле, и он аргументирует это тем, что якобы вот он, его то ли отец, то ли дед, то ли Муса, то ли Дуда, они, значит, сработали с НКВД, сотрудничали, высылали там, наших чеченцев боролись с чеченцами и так далее. Ты можешь просветить нас о том, все-таки когда, в каком году и дату, значит, рождения Дудаева указать, и вообще, была ли она известна, точно, его дата рождения? Ну, дата, точная дата рождения, неизвестна до сих пор, потому что на тот момент у семьи не было возможности задокументировать и получить документ. Но есть архивная выписка из КГБ, из архива в Грозном, которая была публикована еще вместе с книгой «Миллион первый», и оригинал имеется у меня на руках. В ней не указаны конкретные даты, но стоит год, и он указан дважды, это 42-й и 43-й, что больше всего похоже на правду, потому что по показаниям свидетелей, его один из братьев, старших, посадил на шею и во время высылки, и практически он проделал этот путь. Так вот, таким образом, ребенок, рожденный в 44-м году, в высылке в феврале месяце, ну, как минимум, не может даже элементарно держать спину, для того, чтобы путешествовать на спине у брата, на шее у брата, точнее. В этом своем интервью, Келемата утверждает, что Джохар Дудаев был евреем, имел еврейское происхождение, его дед Дуда прибыл в Чечню из Дербента. Я задам прямой вопрос, Деги, ты еврей? К евреям мы никакого, конечно, отношения не имеем, и все это бред. Рассказывать, как бы, всю историю нашего рода, я думаю, сейчас нет смысла, достаточно просто понимать, что человек, который приходит к власти, особенно в нашем народе, с нашей культурой и традицией, уже давным-давно ему все перетерли косточки, и кто он, и откуда, и чем занимались его деды, отцы, и так далее. Помимо этого, более шести лет тому назад есть войнахская группа, которая занимается собиранием генетических данных для создания нахского генетического древа. И меня попросили, как одного из представителей, поскольку меня нетрудно идти в интернете, сделать тест. Мне прислали в оптики, я отправил их назад в лабораторию, и данная запись вместе с другими, известными также нам родственниками и однотрепчанами. Есть в интернете и доступно всем. Он также утверждает, что Россия не прекращала транши, денежные транши в России, в Чечню. Весь период, с тех пор, как мы объявили суверенитет и пока мы воевали, все это время он утверждает, что шли транши денежные из России, и пенсии, и пособия, все выплачивалось, и что Дудаев даже получал свою пенсию в Махачкале, он говорит. То есть эти деньги, которые были предназначены для того, чтобы выплачивать народу эти пенсии и пособия, эти деньги разворовывались Дудаеву и его окружением. И в связи с этим я бы хотел тебя спросить, где деньги, Деги? Все домой, все себе, все в лозу. Скажи, скажи, пожалуйста, ты ориентуешь круглогодично в Дубае виллу? Про транши мы и так все знаем, о том, как не платились зарплаты годами во время перестройки, и вот это сложное подсанкциями время, которое провел в СССР. Получается, у тебя как бы многомиллионных вот этих вот скакунов нет у тебя, да, которые участвуют в скачках по всему миру. Ну, я не удивляюсь уже как бы ничему, да, уже после статьи в журнале я уже не удивляюсь этим программным и передачам. Там было еще одно утверждение, он, не только он, а ведущая ему подсказала, значит, сказав, что они вывезли во время войны всех своих детенышей, то есть вас она назвала детенышами. В то же время своих детенышей они вывезли отсюда. детенышей, да, они всех вывезли. Он поддержал это, сказал, что да, их детеныши они все, значит, были где-то за пределами республики и войны они не видели. Скажи мне, где ты был во время Первой Российской Чеченской войны? Если взять Первую войну, то я находился с отцом за несколько недель до гибели. Меня отправили меня тайно вывезли, выбрался, это удалось сделать с помощью близких подруги и документами. Свидетельство о рождении, чужом свидетельство о рождении через Баку в Турцию. это было в 96-ом году в начале апреля. Мы вернулись после окончания Первой войны дома и во второй раз я покинул родину в октябре 99-го. Он рассказывает историю о том, как твой дядя, брат Джохара Дудаева приехал к нему и уговаривал его быть соратником Дудаева. И он называет имя этого брата Джохара он говорит Эл-Мирс и якобы он ему отказал. Но у меня возник вопрос. Дело в том, что по моей информации Эл-Мирс на тот момент уже мертв. Его нет в живых. Ты можешь это как-то подтвердить или опровергнуть? Естественно, это не мог быть с поправкой Халмурс Далгештойл. Он умер еще до всех событий. Но возможно это был от другой матери брат Бекмурс Далгештойл из-за Дима его тоже нет в живых. На тот момент, когда не хватало кадров и мы строили наши отсыточные строили государство. Ходили и братья отца и многие другие люди ходили и тем же и оппозиционерам пытаясь примирить и протянуть руку и помочь лишь бы люди работали на становлении воли народа о независимости и о свободе. Но эти люди сейчас говорят одно, а на тот момент говорили нет и в то же время брали помощь от кремлевских бандитов и устраивали антинародные провокации и так далее. Я думаю, что как раз с этим товарищем это тот самый случай. легко говорить тогда, когда оговаривать этих людей, когда их нет в живых. На мертвеца, как говорится, нетрудно все списать. Поэтому очередная пропаганда и серьезно воспринимать и бегать по судам и добиваться справедливости, в любом случае мы когда-нибудь спросим и будет спрос, если даже не мы за содейное. Если не на этой земле, то на небесах Всевышнем. Иншаллах. Иншаллах. Деги, я благодарю тебя за это интервью. И в заключение я хочу обратиться к Ахмеду Килиматову. Вот ты рассказываешь нам о том, каким плохим человеком был Джохар Дудаев, что он якобы не был даже мусульманином, что говорил молиться только три раза в день, что говорил учиться девочкам только три класса, что якобы бомбил мусульман в Афганистане, что говорил 70% чеченцев погибнут, 30% будут жить хорошо, якобы воровал деньги и прочее, прочее. Разумеется, ты никаких доказательств ему этому не приводишь. Единственное, что ты приводишь, это вот это. Это точно 100%. Скажи, пожалуйста, Килиматов, если Джохар Дудаев был таким плохим, отвратительным человеком, как ты о нем рассказываешь, причем, судя по твоим словам, он этого даже и не скрывал, почему тогда народ последовал за ним? Почему народ полюбил его? Почему народ любит и уважает его до сих пор? И хранит память о нем, как о герое? Почему, Килиматов? Ведь были вы, был ты, ты, чьи речи были очень сладкие. Ты не говорил всех этих неприятных для нашего слуха вещей, о том, что прольется кровь, о том, что погибнут люди. Ты этого не говорил. Ты наоборот обещал нам шикарную жизнь, шикарную жизнь в составе России. Для этого нужно было только покориться России. И не провелась бы никакая кровь, говорил ты. Но за тобой народ не последовал, Килиматов. Народ жертвовал тысячами жизней в борьбе против России, против той страны, которой ты служил и продолжаешь служить. И народ жертвовал этими жизнями под командованием Джохара Дудаева. Да помиловать его Всевышний Аллах. Ты сказал, что отцы Джохара Дудаева Муса и Дуда они якобы были работниками НКВД и участвовали в геноциде чеченского народа в 44-м году. Ты, конечно же, не привел никаких доказательств этим своим словам. Но при этом ты опубликовал на своей странице в Одноклассниках фотографию своего родного дяди, брата твоего отца Хамида Килиматова в фото военной форме. Ты подписал эту фотографию словами «Это мой родной дядя», старший оперуполномоченный НКГБ Чеченной Ингушетии. Твой родной дядя служил в органах госбезопасности как раз тогда, когда наш народ высылали. Сам ты служил этому же государству в то время, когда даже Кадыров старший призывал народ выступить против этого государства, государства агрессора против врага, когда он объявлял джихад этой стране, ты, Килиматов, сражался за то, чтобы мы были частью этой страны. Когда народ тысячи жизней клал в борьбе против этого государства, ты сражался за то, чтобы мы всегда были частью этого государства. Ты в этой серии иллюзий рассказал о том, как в начале девяностых ты выступил на митинги и призвал людей покориться Россией, рассказал им о том, какая счастливая жизнь нас ждет в составе этой страны. И затем, когда ты спустился с трибуны, следующий за тобой выступающий назвал тебя рабом. Он сказал, предыдущий оратор это раб. И на чеченском произнес Лэйвуис. Предыдущий оратор говорит он это раб. Лэйвуи. Так вот, Келематов, я хочу тебе сказать, что ты раб. Ты потомственный раб. Из поколения в поколение у вас передается это рабство. И не тебе говорить об отцах Дудаева. Не тебе говорить о наших героях. Не тебе говорить о тех людях, которые отдали своей жизни, чтобы не быть в рабстве. Пусть Всевышний Аллах воскресит тебя, Келематов, с теми, кого ты любишь. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. подожди. Субтитры отец. Продолжение следует...